добрый вечер дорогие друзья меня зовут игорь яковенко на часах московское и киевское время 19 часов 2 минуты и как и договаривались сегодня у нас встреча мы вместе думаем над тем что происходит в россии в мире в наших душах с марком фегин марк захарыч здравствуйте приветствую игорь приветствую всех ваших зрителей марк захарыч ну вот на самом деле шойгу уже дал дал понять что он собирается воевать до 2025 года и несмотря на то что авторитет тот еще военные понятно что все что он говорит вряд ли имеет значение но в данном случае есть все таки вероятность того что так и будет то есть война по крайней мере затягивается и вот в этой ситуации очень важно как реагируют на затяжена на затягивающуюся войну общество население политическая власть украины россии в россии вот ну хотелось бы ваш ваш обзор но я сначала просто хочу некоторые подводки к теме дать в россии явно наблюдается жаркая осень 2023 года когда просто происходит очевидное проявление уже украинского синдрома когда люди которые возвращаются с фронтов совершают какие-то совершенно чудовищные преступления один значит значит один значит какую-то соседку другой твою любимую проворачивают через мясорубку то есть в общем короче говоря народ народ так сказать герои герои возвращаются причем это все люди которые 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 помилованы так сказать вот ну вот только что буквально новость значит в нижегородской городе за волжье бывший заключенный недавно вернувшийся с войны в украине в ходе ссоры из малозначительного повода облил бензином и за свою сестру до другой эпизод тоже еще один герой войны и ну через меня свою возлюбленную то есть в общем это вот как раз ну вот то что в фильме холодное лето 1953 года показывали только в масштабированном размере вот это вот эпизод что-то происходит какие-то процессы идут в российской верхушки верхушки вот сурков написал очень смешной текст под названием рождение севера вот севера не было тут он родился по мнению суркова противовеса и он решил почему то что в родившемся севере там присутствует россия в братском союзе россия сша и европа ну вот вот вообще как бы вы оценили вот готовность россии выдержать вот эту вот затяжную войну что происходит в российском социуме в российском населении в российской верхушке какие процессы вы видите здесь не ну то что касается суркова очевидно что это его постмодернистские упражнения он такое ощущение что продолжает жить в какой-то парадигме нулевых годов когда вот он придумал одну за одной какие-то теории от управляемой демократии конечно в итоге он был неким протагонистом русского мира и в общем многое сделал для того чтобы подготовить 14 год он где-то считает что вот этим его концептом должна действовать российская власть ведь хотя она совершенно по-другим так сказать действует методичкам по другим планам и по моему вот эти отвлеченные глобалистские рассуждения которые по моему там не вполне свои суркова там есть кому помочь написать написать вот они по моему продолжают он продолжает думать что что это ему поможет вернуться во власть в практическом качестве отвлеченное нужно не несет с собой ответственность это же не план как вообще его из войны выйти конкретно да а вот можно так найти по воздуху рисовать кисточки значит сеятели и вроде как и возьмите меня вот возьмите в каком качестве вот этих отвлеченных рассуждений там не надо там сейчас думает о стране очень практической где взять оружие когда загнать людей на войну как хотя бы удержать достигнутые поэтому я честно говоря не рассматриваю это уже не первый материал вы помните про длинные воли там глубинный народ это все дает почву для многих рассуждений но практического выражения имеет маловато да и реальность описывает если так сказать очень криво очень криво описывает реальность но не претензия на идеологию которая явно не востребована никто носить не будет такие вот но вы заметите есть литературщина продолжение этой литературщины он самолюбование много понимаете вот начиная с русского пионера и с его около ноля говорят не он писал там про ханов участвовал я не знаю я не буду утверждать но 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 самолюбование много а вот политические вещи эти они этого учураются не любят а что какие ну хорошо бог с ним с сурковым просто такая блестка появилась вот реагируем датчик движения срабатывает а вот что за серьезные какие-то процессы происходят вообще в россии в российской верхушке там вообще что-то движется есть какие-то процессы связанные с затягиванием войны ну они точно есть потому что блицкрик сменился на затяжной войны блицкрик же не удался но это еще в прошлом году сейчас уже есть убеждение что мы должны пересидеть в аппарате же это старый прием пересидеть пока что-то громыхает снятие отставки кого-то там распинают а ты вроде как отсиделся и но чего они ждут но они даже не скрывают это уже открыто обсуждается пусть трамп придет придет трамп он в январе двадцать пятого года инаугурирует дель де сантис который тоже заявление знаете то одно то другое сделает не пойми как его позицию по восточноевропейской войне трактовать но все равно будет лучше чем сейчас у них же все время ощущение вот и в украине они активно против порошенко работали в надежде что новый президент придет актер там и так далее при том что непонятно чем это было основано но бог с ним они считали будет лучше а сейчас они горелой с порошенко мы договаривались минске соглашение подписано так и везде они действуют они считают что перемены несут им надежду потому что их концепт я вот не раз уже говорил что типа путина не выбирают ему ничем это не грозит он может сидеть и еще 25 лет а запад по-другому к этому относится да конечно путин может сидеть но только запад никуда не девается а вот эти ссср и исчезает один за один то есть кто чем меряет кто-то отмеренные одной единственной человеческой жизни сроками нахождения власти а другие мерят столетиями и доктринально выигрывают потому что запад непоколебим а вот все вот эти приходят и уходят кидающий вызов причем и полноценную альтернативу не складывается что коммунистическая ссср сложился в полноценную альтернативу западу так и не сложился уже как бы исчез собственно недосказано потому что научный коммунизм не построили как товар товар денежные отношения умерли ну и так далее так далее в общем вся эта чепуха так и тут понимаете разуговольствование суркова о том что мы тут какая-то часть глобального порядка кто нас туда взял и кому они нужны вообще говоря в этом мозаике глобального порядка что они продают что за ними есть вот о чем речь что касается в кремле по моему там руководство только самоспасением сейчас нет никакого плана и суркова не не к делу потому что это же нужно было тогда до войны подобные планы строить когда у тебя не было ни санкций не потерь не необходимость продолжать войну потому что проиграешь капитуляции и понятно что с тобой сделают то есть слишком много обременений которые война вызвала конечно же он не рассчитывал на это конечно он собирался заплатить киев и диктовать свои условия восточной европе ну конечно а этого не случилось сейчас уже не до вот этих глобальных всяких вариантов сейчас надежда что вот китай как-то значит обратить внимание поддержит не бросит и так далее а уж говорить о том что мы тут сами сядем за стол вместе с европой с америкой стали севером поскольку глобальный юг есть но знаете это умозрительный концепт который вообще ничем не подкрепляется терпеть будут терпеть было что делать них ядерное оружие но за 100 один стол уже не пригласят вот пусть вот это никого не сбивает стол скажите смогут смогут продавить подкупить продавить заболтать и втиснуться в новый состав комитета по правам человека поставили процентах вероятность ну и я не ставлю на он вообще вот чем моя понимать поэтому для меня сказать придут они придут они придут а сейчас что он делать для того чтобы или нет там это знаковая история понимаете это же не понятно что ничего он не делает понятно что он ничего из себя не представляет но просто это это знаково это знамя понимаете это знамя это демонстрация того что россия не изолирована и что вот это вот предложение там же они же идут под знаменем суверенных прав человека то есть они говорят о том что нет универсальных прав человека в каждой страны у чечне своя права человека только что видели значит там где-то у корейской народной демократической республики свои права человека и не лезьте вы ваня место со своими правами человек у них там что-то либо в свои права человек свои права они зачем всеобщей декларацию подписывай кого создавался это это не про суверенный не читал там по-моему они для всех одинаковых нет с точки зрения логики все понятно вопрос могут они продавить ну я вот понимаете ввиду того что вот мы тут видели обнародование гутерреша письма о том как избавляться от санкций москве помогать и в этом да для а вот ну какие-то утилитарных цех я даже уже теперь сомневаюсь материальные здесь интерес не утверждаю но уже ничему не удивлюсь помню сын кофе она над торговал активно нефтью значит бывшего руководителя оон генерального секретаря по программе нефть в обмен на продовольствие по ираку это известная история там даже а вот поэтому не удивлюсь и поэтому как бы комитет права человека он этот он вполне мог быть кстати в свое время там спокойненько заседали по мне председатель но одним из участников были и представитель ливии когда был жив памятный муаммар кадаффи и хусейн когда был ирак участвовал так что там уже реализовалась концепцию суверенных прав человека мне кажется тоже как бы вчерашний день ему даже ломиться вот и надо просто я действительно считаю что изжил себя организации объединенных наций всю простую причину что нужно создать организации подобное с подобным вот этот форум демократии который как бы начался и закончится война помешал и так далее еще концепцию маккейна я с ним встречался с сенатором он мне подробно излагал и дважды с ним встречался по делам своих подзащитных это было на протяжении десятых годов он уже болел раком второй приезд у меня был а вот он очень был энтузиаст большое создание альтернативы он в виде лиги демократии то есть объединять демократии закрывать дверь для остальных имеется ввиду что если ты не демократия у тебя вообще ничего и никак ты вообще здесь не стоишь и тогда все будут стремиться оказаться в этом клубе а вход туда уже другой не как вон просто по факту что существует такой государственный нет для того чтобы зайти в эту лигу демократии которая вот ну по разным оценкам объединять половину государства чуть больше так или иначе 105 107 государственных планетиков около 198 тире 200 объединяет вот эти демократии политические и тогда конечно там узкое горлышко туда не войдешь если у тебя извините даже грузия какая-нибудь у тебя промосковское правительство потому что много чего делаешь не так держишь политзаключенно ты не можешь попасть а вот если ты как бы соответствуешь критериям а их много конечно не один то ты там попадешь вот в такой организации все возможно и универсальные права человека и советы будут соответствующие никому в голову не придется сомневаться там советы по правам человека какие-то не такие понимаете а вон возможно все но если россия находит продолжается находиться в составе постоянных чем-то безопас как страна-учредитель имея правы вед ну почему же она не может попасть по этой логике в соответствующие подразделению он такие как и занимаешься правами человека получается получается так макеин умер и знаменосцы этой идеи больше нет он провел онлайн если вы помните до войны в декабре и вроде как да да был анонс но вроде как война не до того ну и плюс теперь уже выборы и пойду надо избраться может быть на втором сроке если по очищающим станет президентом может быть эта идея продвинется дальше но все вот эти разговоры о том что россию исключат постоянных членов генассамблеи да нет это исключено это это детский сад понятно что это будет никто этого не будет делать там ну там может быть движение которое украина сейчас начинает связано с тем чтобы доказать нелегитимность правоприемство от ссср я знаю но я мало вероятно это 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 никто никто не поддерживает сейчас понятно марсахар швот украина более важный вопрос наша россия в общем-то ну как бы скорее всего в значительной степени все-таки неподвижно то есть там все-таки каких-то какая-то динамика идет но она пока глазу не видно а вот в украине серьезная история потому что смотрите все таки вот по мере по мере затягивания войны происходят какие-то на какие-то неожиданности там то конфликт с польшей то так сказать с венгрией ну с венгрией постоянно понятно что троянский конь значит потом ну вот действительно выборы выбора все-таки серьезная история в соединенных штатах америки и кстати говоря ну вот по-прежнему продолжаются разговоры о том что несмотря на все безумие проведения выборов в условиях войны в украине тем не менее разговоры идут и в общем то и на западе какие-то разговоры идут и говорят о том что давайте реформу давайте выборы давайте демократию и так далее ваша оценка могут быть какие-то так сказать движения которые вот подобного рода которые ослабят во-первых антипутинскую коалицию во вторых подорвут какое-то внутреннее единство украинского народа ваша оценка но вот внутреннего единства украинского народа мне кажется уже поздно как бы возможности такой нет и выборы не разделит украинский народ я не очень понимаю как проводить выборы я не понимаю лично я не понимаю как условиях войны провести выборы там если у тебя 9 миллионов за пределами находится страны рассеянные по всей европе америки австралии там разных странах если у тебя оккупированная значительная часть территории где люди тоже формально имеют право голосовать ну а как будут голосовать они воюют и не до того какие бюллетени чокнулись что да конституция военное положение проведение выборов невозможно но мы видим что на западе голоса раздаются потому что ну знаете вы должны чем-то отличаться можно и резонерские голоса от москвы это там вот такие выборы мы знаем про выборы в россии там их нет вы все-таки должны демонстрировать пример того что несмотря на войну проведение выборов является незыблемым правом украинцев и нужно это право реализовать еще раз повторяю я не понимаю как это можно сделать может быть есть рецептура какая-то у соединенных штатов и западных партнеров они помогут в этом украине может я этого не утверждаю потому что ну как бы может быть чего-то недопонимаем но я допускаю что есть и те на западе и в америке тоже силы которые бы хотели посредством этих выборов ну не то что ослабить украину но сменить власть вот это я допускаю потому что ну как то в общем может быть ему было бы комфортно работать с кем другое дело что для того чтобы разделиться в доме своем украине так сказать начать выяснять отношения должно быть трещина в отношении к войне и и все еще нет трещина в смысле они говорят суши мужа устали за войну заканчивать давайте боксом куски территории пусть заберут но лишь бы вот все этот морг закончился гибели и смерти этого нет общественное мнение в украине монолит ну то есть вот опрос социологически дают очень высокие показатели с тем что нет воевать обратно забирать территории как так и так далее и и и выборы здесь это изменить не могут даже если появится кандидат который выступает за там условный мир там имеется ввиду что это надо заканчивать давайте на пойдем на перемирие например у него рейтинг будет ноль вот ноль сейчас концепция победного конца да то есть ну дойти до победы освободить крым освободить набор мы так много потеряли нас так много погибло что за что тогда эти жертвы что нам скажут люди в могилах значит за что мы лежим в изюме или толпучи или еще вы уж хотя бы ради нашей памяти уж сделайте уж напрягитесь пожертвуйте даже собой но добейтесь того чтобы изгнать оккупантов с территории ну может быть но еще раз хочу подчеркнуть что ни один из возможных участников выборного процесса ни один не пойдет на такое политическое самоубийство и даже я бы как бы сказал спроса на это нет есть другие аспекты касающиеся коррупции касающиеся там управление надлежащие надлежащего те люди не те там в парламенте в администра в офисе президента это будет вечно это такой спорт национальный в украине да каждое правительство приходит под лозунгом борьбы с коррупцией и мне ничего не получилось но опять же здесь есть оправдание война чтобы было бы хорошо но война и вот не до коробки говоря займемся этим после войны можно ли это одновременно проводить реформ или бороться с коррупцией во время войны тоже для меня загадка потому что понимаете для этого нужно до воля политическая она всегда нужна для борьбы с коррупцией но с другой стороны как сделать так чтобы появились вдруг из ниоткуда люди которые окажутся самыми честными самыми некоррумпированными и так далее условиях войны их искать возможности нет для этого надо привести из запада все эти посадить на все основные должности американцев швейцарцев там не знаю немцев и еще кого-то которые просто не понимают как коррупция что некоторые говорят что разлагает среда сильнее чем чтобы то ни было но неважно я не очень понимаю как такие реформы если о них идет речь не очень понимаю в условиях войны приоритет отдается военному делу и борьбе с врагом а все остальное оставляется на потом потом разбираться потом награждать или наказывать так что в целом я считаю что да на западе есть сил которые бы хотели более сговорчивую власть в украине которая бы пошла бы на какие-то их ну что ли варианты разрешения конфликта более компромиссным может и это может быть предлогом для того чтобы провести выбор может даже не обязательно даже если зеленский остается президентом то власть может сильно измениться правительство может измениться могут измениться офис президента в конце концов выборов парламент здесь их проведут могут расклад поменять может быть но повторяю войне это сильно не поспособствует никто иллюзии не питает вот если папа поборят коррупцию значит там то сразу же немедленно победа придет другой источник следующий год выборы соединенных штатах америки главным героем российского телевизора является дональд трамп да это главный герой ну фактически рейтинг дональда трампа по всем параметрам он 2 после путин то есть трамп придет порядок наведет значит все надежды на трампа ну я сейчас оставляю в стороне вопрос о том что трамп даже если вдруг победит то скорее всего помощь украине может даже не уменьшится он так сказать юноша внезапный потому что да он может так сказать наоборот вдруг неожиданно перевернуться на 180 градусов и начать критиковать байдена за недостаточную помощь то есть такое бывает он человек в общем достаточно гибкий но речь о другом ваша оценка вообще есть у трампа шансы вернуться в белый дом ну что сказать демократия она причудливая штука то есть он во первых там уже был вот когда говорят вот бедный несчастный трамп его там все наш делами увешивают и так далее а он такой девелопер замечательный и так далее но сказать по правде он уже был во власти то есть говорить о том что это невозможно в принципе ну как же невозможно если он целый срок отсидел 4 года сказать что такое может повториться но это был бы совершенно невероятный нонсенс но да вы знаете народ голосу что делать при всех разговорах о том что он не приемлет его establishment и так далее но тем не менее трамп остается важной политической фигурой да значит опоры очень значительной части избирателей 330 миллионной америки понимаете и поэтому представить себе что трамп в принципе может номинирован быть от республиканской партии ну а как следствие выйти на выборы с байденом я могу я могу чем это закончится противостояние не берусь судить потому что там есть свои за свои против так сказать вот его за мошенничество с сыновьями осудили не знаю как чем кончится но и другие дела на подходе то есть как реагировать будет общественное мнение простит ли она это ему или наоборот скажет это достоинством является не знаю безусловно это феномен безусловно это феномен трамп и его выживаемость невероятно живучесть такая это удивительная вещь нас ведь беспокоит не внутренней политики америки может очень хорошо конечно нас же только ведь беспокоит чисто внешняя сторона и чё он там будет делать в самой америки это вообще дело американцев вот меньше играют а почему вы не за трампа или там еще за кого-то да потому что это ваше личное дело меняет вообще как касается как от нам не отражается америка такая страна она на всем отражается конечно у вопросов внешнеполитических конституция Американство не оставляет вариантов. Она трактует лицом, осуществляющим всю внешнеполитическую деятельность официальную, именно президента США. Другое дело, что он ограничен в полномочиях Конгресса, потому что те могут со своей стороны принимать решения, резолюции, постановления, ограничить бюджет и так далее. И они влияют на решения, принимаемые первым должностным лицом, президентом Соединенных Штатов, который является главой исполнительной власти. Нет премьеров, нет министров, это по-другому устроенная власть. Ну, имеется в виду министры иностранных дел, Госдеп выполняет функцию в государственном департаменте. Поэтому представить себе, что Трамп вернется, но какую политику он будет проводить, вот тут тоже остается загадка. Он стал осторожнее, кстати, надо сказать. Вот Десантис тут выразился по поводу членства Украины в НАТО со скеписом. А Трамп, видимо, понял, что сейчас лучше эту тему как-то так сильно не педалировать, дождаться хотя бы дебатов с Байденом. Если он дойдет в этой номинации до выдвижения от республиканской партии, то, наверное, на дебатах этот вопрос не избежишь. Ну, это краеугольный камень внешней политики США сейчас. Помимо других, конечно, все-таки война делает серьезное. Там мы и услышим его позицию. Какая она будет? Про путинская, про трамповская, антибайденовская, я не знаю. Потому что он заявляет вещи, зачастую взаимопротиворечивые, но все время как-то не в пользу Украины. Они противоречивые, но не в пользу Украине. Я не чувствую, чтобы он действительно сильно симпатизировал. Скорее он придерживается точки зрения «да сдалась мне эта Украина». В Америке и так все хорошо. Никто у нее территорию не откусывает. Но с таким представлением в современном мире в 21 веке далеко ведь не уедешь. Изоляционизм такого масштаба, дофринерский, он, между прочим, вредит и самой Америке. Потому что думать, что мы захлопнули дверцу в нашу калитку, а за ее приделами пусть творится все, что угодно. Сейчас так не работает. Мир глобален. Понимаете? Если где-то громыхает на другом конце планеты, то это отражается тоже и в Америке, и в других местах. И говорить о том, что нет, это вообще никак нас не напрягает, и это никак не влегает процессы внутри США, это тоже не верно. В любом случае, риски у этого есть. Байден ведь тоже нерешительно себя ведет. Он борется. Две линии внутри администрации байденовской. Одна на тотальную поддержку Украины и ее победу. Мы условно относим к ней Остин, министра обороны и Блинкина. А другая линия Салливана, секретаря Совета национальной безопасности, помощника национальной безопасности в президенте Соединенных Штатов и главы ЦРУ Бернс. Эти две линии противоборствуют, и Байден то одну, то другую сторону занимает. Мы видим и то, и другое в качестве позиции. То есть, касающиеся поставок оружия, и каких-то там консультаций, переговоров, и вопросов контроля финансовой помощи и так далее. То одну, то другую сторону он занимает. Может он определиться окончательно? Я считаю, до выборов нет. И мое личное мнение, что до выборов так и будет балансировать для того, чтобы, не дай бог, не потерять какую-то электоральную базу, стоя с другой стороны, и одновременно не проиграть слишком сильно на внешней арене, чтобы это отразилось на выборах на второй срок в качестве кандидата на следующую каденцию. Он будет осторожничать, потому что это уже сложился в тренд. И выборы, как я не раз говорил, американские, на это серьезно влияют, чуть ли не решающим образом. Потому что он вынужден быть осторожным, чтобы, не дай бог, не оступиться. А это понуждает его, чуть-чуть атакамся, чуть-чуть отложено дадим. Ну вот, то есть, до выборов, а выборы это заканчиваются фактически в 2025 году, то есть, ну, президент в ноябре выборы, потом, ну, короче говоря, до ноября 2024 года будет продолжаться вот эта пипеточная, пипеточная, так сказать, помощь. Да, то есть, не будет большого количества ракет, не будет большого количества ПВО, которые необходимы для победы. То есть, если так получается, то вообще, да и потом выборы пройдут, тогда, ну, тоже, так сказать, непонятно, как это все сразу изменится. То есть, это означает затяжной характер войны еще надолго. Получается так. Но пока выглядит так, пока так выглядит, и всегда возможны какие-то неожиданности. Мы такими были свидетелями не раз, и эти неожиданности на фронте могут произойти, эти неожиданности могут произойти там в позиции Пекина, я не знаю, Зеленский приедет в Пекин, например, да, или говорит Си Цзиньпин. Может такое быть? Не знаю. То есть, ну, здесь масса вариантов, которые мы не можем прогнозировать на 100%, как пойдет дела. Слушайте, мы не могли, там, условно, в 22-м году прогнозировать, что 23-24 июня 23-го года начнется фейковый, не фейковый, кому как нравится мятеж, понимаете, военный. Ну, казалось, это в больших категориях, что армия погибает, и это не нужно, и так далее. А тут просто контрактники ЧВК взяли и доехали практически до Ступина. Ну, ничего себе. Числом-то скромно, как выясняется, 2-2,5 тысячи. А что было бы, если 10 тысяч поперл, а если 20, а если 50? Ну, то есть, какие-то неожиданности возможны, они могут повлиять на ход событий, безусловно. Ну, Путин поврет, не знаю. Но вот проблема заключается в следующем, то, что действительно выборы влияют на позиции, особенно в условиях войны. В Израиле это часто отражалось, так сказать, в Израиле все время воевал, по нему как модели можно смотреть, как меняются политические приоритеты в контексте выборов, в условиях войны и всего остального. И в Америке смена власти влияет на ход и продолжение определенного характера действий по поддержке союзнической одной из сторон и так далее. Когда ушел Черчилль, проиграв выбор, казалось бы, человек, который победил в войне, а раз и проиграл. Ну, Долано Рузвельт умер на посту, это другой вопрос, но тем не менее, пришел Труман. То есть, все влияло, понимаете, все влияло. Кстати, не бредит Труман, еще большой вопрос, как все сложилось бы. Потому что благодаря Труману мы имеем НАТО, ну и Черчиллю, конечно, его фултоновской речи. Ну да, ядерное оружие, как оно было использовано, использовано было в войне. Использовано было в войне и обеспечило победу. Через несколько дней она просто закончилась, потому что она не был смысл воевать. Атомная бомба именно для этого была использована против Японии, для того, чтобы просто прекратить ее. И она прекратилась война, тут же, моментально, через пару лет капитуляция. Поэтому, на самом деле, я все могу допустить. Так или иначе, затяжная война – это позиция Москвы, вынужденная позиция. Повторяю, они бы хотели закрыть Блицкригом, но это невозможно. Ну вот дойдите до Киева, кто вам мешает. Вы Купинск не можете взять. Поэтому они будут действительно рассчитывать на политические перемены в Америке, ну, в других каких-то местах. Но Америка ключевой игрок, и поэтому, естественно, выборы в Америке являются таким важным для Москвы компонентой в их концепции, как из этого из всего выбраться. Сегодня, кстати говоря, годовщина 29 сентября 1938 года – это Мюнхенское соглашение. Мюнхенский сговор был опубликован, и ночью, вот уже в ночь на 29-30 сентября, был подписан этот Мюнхенский сговор, и Судетская область отошла Гитлеру. Вот, то есть, вот тени Даладье и Чемберлена, они, в общем, как-то все еще витают над, так сказать, европейской и американской политикой. То есть, они по-прежнему еще, вот эти вот мертвецы, хватают живых политиков, и, в общем, мы видим это. Вот попытка умиротворить, то есть, разговоры о том, что вот не надо злить Путина, он там рисует себе красные линии, не дай бог, и так далее. То есть, это вот, ну, из этой серии. Все-таки никто ничему не учится, к сожалению. А вот, если к нашим, так сказать, к нашим проблемам вернуться, имеется в виду проблемы оппозиции. Вот, у вас общее какое ощущение по поводу того, что происходит в российской оппозиции? Смотрите, значит, ну, вот Алексей Навальный пишет из тюрьмы, кстати говоря, только что чудовищные совершенно условия ему организовали, значит, в этом самом пребывании фактически в камере. Вот, значит, ну, тем не менее, он умудряется как-то писать какие-то, ну, воззвания, которые действительно как-то ориентируют людей, пытаются ориентировать. Значит, он в конечном итоге пишет о том, что выборы 2024 года президента России надо как-то использовать, что можно нанести поражение. Кац вообще, ну, правда, Навальный говорит о том, что пока он не знает, можно или нельзя, пока думает. Кац твердо говорит о том, что надо обязательно идти на выборы, потому что обязательно надо на этих выборах нанести поражение Путину. Как, каким образом, непонятно, но Кац в это верит, и у него огромная аудитория, он достаточно влиятельный человек, и он, так сказать, свою паству нацеливает на это. Каспаров говорит, что ни в коем случае нельзя никуда ходить, потому что только бойкот. Ну, вот, это одна история. Значит, вот буквально через несколько дней состоится антивоенная конференция в Таллине. Значит, Парижская конференция сейчас будет проходить. Вот, ваши ощущения. Да, это одна страна медали. Вторая страна, это то, что Легион Свободной России, добровольческое подразделение российских воинов, которые воюют в составе украинской армии, говорит о том, что их задача завершить войну в Кремле. В конечном итоге свергнуть Путина. И сейчас они, вроде как, пока разминаются на Белгородской области. Ваши ощущения? Российская оппозиция, вот такая вот разная, с разными идеями, с разными взглядами. Есть все-таки шансы, что... Я задам два конкретных вопроса. Первое. Есть шансы на то, что будет создано правительство в изгнании или парламент в изгнании? Или там, я не знаю, что-то. Хоть что-то, хоть какая-то точка сборки, с которой можно разговаривать вообще. И в плане защиты интересов, так сказать, иммигрантов, и в плане, главное, политических действий. И второе. Это создание мощной российской освободительной армии в составе Вооруженных сил Украины. Вот эти две вещи, как вы считаете, хоть какие-то шансы на реализацию имеют? Если рассуждать, если говорить на сегодняшнюю минуту, я вот только что вернулся с конференции в Нормандии. Там собирали представители русской оппозиции. Я в ней принимал участие. Участвовали и Ходорковский, но, правда, онлайн, и Каспаров онлайн. Там были Гудков, старший Гудков, младший. Были представители как раз Форума Свободной России. Тютерин, были другие. Вот там снова было обсуждение. Опять поляризация позиций. Какая-то часть, как больше представители Форума и Каспаров, тоже рассуждают радикально. А не за подобного рода набор действий армии и поддержку действующих военных отделений, военных соединений, тот же РДК и Легион Свободы России. Да, но эти люди в меньшинстве. Я думаю, что Кас с его идеей не отстраняться от выборов в России, это под этим предлогом получается. Если мы пассивно занимаем позицию, то мы как бы выпадаем из контекста. Мне кажется, что они имеют большее влияние и большее спрос. Другое дело, что я, кстати, репликой скажу, что, ну, хорошо, даже если это так, если Каски вызывает вовлечься в выборы, давайте тогда так, если вдруг это вовлечение приведет к тому, а мы знаем, что оно приведет, да, ну, как-то нужно какие-то терминальные выводы делать. То есть нельзя это раз за разом повторять один и тот же мороз, ходить по кругу и говорить, мы сейчас тут на выборах победим, просто правильную билетонию оформим, нужного кандидата поддержим, и все, пусть не трогает. Если в эту игру кому-то нравится играть, то пусть играет, но я в нее играть не буду, и сейчас не собираюсь даже с Касапки. Но еще у кого-то есть желание, и есть действительно такие аудитории, как говорят, большие, в это готовы вовлечься, ну, ради бога, аминь. Но это не отменяет того, что те, кто держит другого представления о том, что нужно делать, не должны ничего не принимать. В частности, исчерпываются всякие возможности к объединению, это точно. Дело не только у СБК и, как сказать, в стороне Николай Ходорковского и там других, а в принципе объединение никому не нужно. Вот я не вижу у него запроса такого, что давайте все объединились для того, чтобы что. И тут же возникает вопрос, если ты объединился, а что тогда же никто объединился. Вот как раз создание армии, ой, страшно, но это интересно, да, и в этом есть какая-то предпосудка хоть к чему-то. Объединился для того, чтобы, ну ладно, там помочь действительно русскими просто выехавшим противниками Путина, противникам войны за пределами. Это территорийная задача, но тоже уместно. Помочь русскими внутри России, да, там есть и подполье, и резистенты, и какие-то одиночки. И помогать им тоже важно. Им не деньги нужны, им не поддержка нужна, и задачи ставить, и цели какие-то, когда-то сжечь там эти участки, еще что-то. Это все связано с какой-то очень, ну, антигуманной, как представляется, многие формы проявления. Потому что там я просто открыл, да, это не наше место, это террористично. Ради бога, ради бога, извините, Марк Захарович, я прошу прощения. Смотрите, вот создание, я просто, вот, все, все было здорово, я все кивал, 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 но вот с этой фразой я просто хочу прояснение. Не то, что я, я же пригласил вас не для дискуссии, а важно ваше мнение. Мое-то мнение люди слышат по нескольку раз на сутки, наша аудитория имеется в моего канала, а вот вас редко, к сожалению. Так вот, итак, вопрос, а что антигуманную, смотрите, вот этот вот, ну, я не знаю, правительство в изгнании, парламент в изгнании, ну, смотрите, какие цели. Давайте так, первое, это паспорта, ну, вот как нансенские паспорта, то, что сейчас, да, вот эти вот паспорта для, значит, эмиграции, ну, где здесь антигуманная, нансен. Нет, там, там другие, там два критических замечания, просто я не буду называть фамилии, но известные вам и всем, что, во-первых, а насколько репрезентативна такая власть и кто это ее наделил? Вот гораздо важнее те, кто сидят в тюрьмах в России, но они сидят, они не могут реализовать никакого своего врага, ни пассивного, ни активного. Это не значит, что это создается для того, чтобы злоупотребить эту власть, узурпировать ее. Это создается от безвыходности, в общем, во-вторых. Это первый тезис, а что касается уже там создания каких-то там военных и других протомилитарных образований, это неприемлемо вообще, потому что это проявление терроризма всего на свете, мы на это пойти не можем. Только мирные, только легальные формы протеста могут дать долгосрочный результат. Вот это дословная цитата. Я, так сказать, понимаю, что это не переломить. Я понимаю, что это не переломить. То есть вы сдались. Я имею в виду, что внутри этой... Нет, я понимаю. Мы прислали приглашение, я поеду, скорее всего. Это вот антивоенный комитет рабочей встречи в Берлине 21-22 октября 23-го года. Но это вот продолжение первой перлинского мероприятия. Значит, вот пройдет оно там же в один день все, кстати сказать, под замер плац и так далее. То есть там будет обсуждаться, видимо, вот все те вопросы, которые мы обсуждаем. Но у них шансов быть решенными еще меньше, чем в прошлом году. Поэтому в рамках надо просто себе трезво, спокойно сказать, что внутри этой инициативы возможности для реализации вот тех идей, о которых мы говорим. Про изгнание, создание армии, функционал какой-то и так далее. Ну, по-моему, близки нулю. Вот внутри этой структуры это невозможно. За пределами может быть. А тогда вопрос может быть очень наивный. Вот мы только что говорили, что внутри реформа ООН невозможна. Потому что там, да, вот там глубинное человечество, так сказать, и там количество недемократических стран, они все время... Ну и плюс к тому, что вот там условно-демократические страны, там, так сказать, Индия безусловно демократическая страна, но очень специфически демократическая, да. То есть как бы она блокируется с другими. Поэтому ООН невозможно реформировать. Но когда вы говорите создание союза демократий, вопрос конкретный. По аналогии с этим, ну это же в наших силах, просто есть твердая позиция людей, которые считают, а, необходимо создание правительства в изгнании, б, необходимо нанцевские паспорта, в, необходимо вооруженных людей могут победить только вооруженные люди. И только, только, так сказать, создание вот такой вот русской освободительной армии. И кто согласен, тот в эту игру играет. А кто не согласен, не играет. То есть создание вот под этой, под этой вот, под этой платформой создание объединения людей. Ну и дальше, ну я не знаю, может быть вам покажется, что это какой-то большевистский, большевистский метод, но создание вот дееспособности, я бы так сказал, выделение дееспособной части оппозиции. Дееспособной части оппозиции. Люди, которые хотят уговорами продолжать, так сказать, с Путиным иметь дело, ну хорошо, да, это может быть, может быть их большинство. Ну пусть они в большинстве остаются. А вот создание дееспособной части оппозиции, превращение их, ее, так сказать, в какую-то структуру, которая просто начнет действовать и, как бы, создавать центры, вести работу с политическим военным руководством Украины, для того, чтобы там воля была, создавалась. Ну вот это, кстати, как раз обсуждалось. Что касается правительства возгнания. Например, тезис Каспарова прозвучал, он не безосновательный, я признаю. Он говорит, ну хорошо, говорит, создание правительства, а кто его признает? Даже де Голь, будьте там, создав свое, он провел пресс-конференцию в Лондоне, и тут же признал Черчилль. С Америкой было сложно, да, Великобритания признала, ну и так далее. Кто признает такой самоназначенный орган, говорит он. Можем дискутировать на эту тему. Я как раз считаю, что тут могут быть варианты разные, да, но он говорит об этом, например. Кто-то говорит о том, что, да, и я об этом говорю, что нету отношений с украинской властью, и невозможно договориться, армию создавать надо на базе, конечно, Украины. Понятно, что она военная, там это можно сделать, другие никто на это не пойдет. Но Украина ведь заявляет, мы бы, может, и с вами бы во что-то играли, но а с кем играть-то? Вы кто? Вы не субъекты. А вот, понимаете, это вот такая лента Мербиус, она крутится изнутри внутрь, потому что вы с нас сначала признаете, а мы тогда создадеемся. Нет, вы с нас сначала создадеемся, а там мы посмотрим, признавательности нет, что вы себя будете отрицать. И эти страхи, они влияют на решение прямо сейчас. Не потом, а прямо сейчас. И, к сожалению, пока вот ситуация именно такая. Это я назвал тех, кто в общем расположен эту идею обсуждать и как-то видит в этом перспективу. Но есть те, кто не принимают ее в принципе и считают, что нужно заниматься гуманитарными проектами, там вот сбор помощи, еще такое. И это люди из оппозиции, это люди, которых мы все знаем и которые говорят, это приоритет. Ну, там самые радикальные из этой среды говорят, ну, нужно создать телевидение и перевоспитывать народ. Понимаете? Вот спутники вот эти, которые стали бесхозными французские, использовать именно для этого. И между сериалами перемежать новостями специально, вставками. Вот они на это закладываются. И я вам хочу сказать, что куда больше людей из какого-то молодого актива, которые переехали из России, ну, бежали от войны и так далее, они скорее держатся этих представлений, нежели они настроены... Марк Захарович, я, поскольку уже много-много лет это все слышу, то я могу только одно сказать. Это вопрос соотношения бюджетов. Значит, на создание вот такого телевидения... Да, конечно, в 10 раз больше, чем нужно на любой армии. Там бюджеты хорошие, и сразу, так сказать, датчик движения срабатывает. Да, это материальный интерес. Там деньги маячут, так сказать. Нет, это рабочие занятия. Рабочие места, это комфортно, так сказать, нормально сидеть где-нибудь в Париже и, так сказать, получая неплохую зарплату, вещать на, так сказать... Это все здорово, да. В студии, сотрудники, сотрудницы, секретарши, все хорошо. Это другая жизнь совсем. И вот это манит, конечно. Ну, безусловно. Это, я считаю, одно из причин. Но там есть и другая причина. Эти люди вообще, понимаете, про другое. Они даже представления не имеют, что... А как это брать власть? Это как это рисковать? А как это... То есть все же так идет хорошо. Запады устраивают в их представлении именно такая беззубость и, в общем-то, непрекаянность, я бы сказал. Они любят непрекаянность, кстати. Очень любят. Потому что вот человек какой-то энергичный и со стержнем, он вызывает какую-то даже, я бы сказал, ну, какое-то опасение. А что у него там... Некомфортно с ним. Некомфортно. И недоверие какое-то, и что у него там нет, еще и насилие. И поэтому они там, даже я и слушал, там, понимаете, европейские некоторые, европарвальные, они тоже у них представление вот так. Я бы сказал, что и среди европейских политиков в поддержке такая идея тоже вряд ли получится старт. Она получит по факту, если противостоят силу, притом, что они так же говорят, что с русской оппозицией как отсутствующим единым субъектом тоже не хотят делать, потому что непонятно с кем они делают, и непонятно о чем договариваются. Ну, об этом вот создать телевидение или там проект гуманитарный начать, ну, так фондовый, да, какой-то грантовый проект, так это можно делать и без какого-то объединения оппозиции. Ну, конечно, конечно. А это, кстати, серьезные вопросы. Для этого нужно кто-то, кто репрезентует вас всех. Да, какие-то люди, какая-то доверительная среда. А с этим непросто. И поэтому никуда ничего не двигается. Вот так. Ну, да, ну, здесь это то, что называется политическая воля, когда до тех пор, пока ты не сделаешь, не будет понятно отношение. Марк Захарович, ну, как обычно в наших беседах мы не затронули 90% актуальных вопросов, и поэтому я вас прошу заключить наш разговор, ваше завершающее слово, и ответьте на те вопросы, которые я не задал. Ну, я подытожу то, о чем мы говорили, потому что как-то к новой теме перебегать нет смысла. Действительно, сейчас есть некий соблазн в связи с выборами в России в 24-м году в марте, в день голосования президента, купиться в очередной раз на развод относительно того, что все еще можно поменять безопасным и таким, я бы сказал, очень комфортным способом на дистанции. Когда ты вроде ничем не рискуешь, и вроде как на ситуацию влияешь. Это иллюзия. Это иллюзия, пребывать в которой уже становится даже опасным в условиях войны, потому что вокруг взрывается все, а ты продолжаешь, как ни в чем не бывало, сидеть за столиком и у официанта заказывать напитки. Это так не бывает. То есть нужно отдавать себе отчет, что ситуация принципиально изменилась. И то, что еще проходило в нулевых десятках, при том, что я всегда к этому совету со скеписом относился, но сейчас это просто выглядит нонсенсом. Просто невероятно верить в то, что технологии какие-то волшебные могут заставить Путина покинуть власть или добиться перемен тем самым, или смягчение этой власти. Она не может смягчиться, у нее некуда смягчаться. Она себя, эта власть, поставила в рамки тоталитарные, в которых она должна следовать строго определенным коридорам к конечному тупику. А он кончится тупиком, что мы не сомневаемся. Тупиком у больших властей. Поэтому на сегодня, мне кажется, трезвый, отдающий себе отчет, взгляд, он заключается в том, что мы все попробовали. Мы все это уже испытали. Ходить по новому кругу теми же дорогами нет никакого вообще смысла. Да, я повторяю, это комфортнее, да, это безопаснее. Это не снимает с себя ответственность за результат. Ну, Путин опять победил. Ну, ничего, зато через 6 лет будут новые выборы, и уж тогда мы лучше подготовимся и так далее. Вот мне кажется, что с этими иллюзиями надо расставаться. И чем быстрее это произойдет, тем, как говорится, людям легче будет этот катарсис пережить. Очевидный, что на выборах ничего не будет решаться, и Путин, конечно, останется, и там насыпет ему эти 90% голосов. Если вы будете трезвее относиться, то вы будете понимать, что бессмысленность попыток на это влиять, она компенсируется тем, что у вас может быть план альтернативный, влиять уже посредством более решительным на ситуацию в стране в целом. И примеры 2023 года нам дают для этого понимание, потому что если бы не было событий 2023-2024, мы многое бы не понимали, как устроена система в России. А теперь мы понимаем, и 23 августа тоже дало это понимание. Как наказали за попытку этой системе бросить вызов. И это означает еще одно очень важное, что если уж ты бросил вызов, то давай до конца. Потому что тебе этого не простят, и за тобой будут гоняться, и все равно своего добьются. Поэтому надо идти до конца. Всегда до конца. Либо не начинать уже. Это, да, право такое есть. Либо не начинай, либо иди до конца. Вот моя такая, так сказать, финальная по этому поводу заключение. Очень правильная точка. Спасибо, дорогие друзья. С нами был Марк Захарович Фегин. Как всегда, интересно, ярко. Марк Захарович, спасибо большое. Спасибо, Игорь Александрович. Спасибо всем. До свидания. Продолжение следует...